Спасибо. Ольга Николаевна. Ну, я вам единственное хочу сказать, что очень много, очень много медицинских работников помнят по эти колоприемники только вот так вот визуально. Вот когда-то это что-то было. Хотя, если мы сейчас с вами представим, по каким этапам этот пациент идет, от момента наложения колостомы до момента последующей реабилитации с колостомой, это довольно-таки длительные моменты. В хирургическом отделении наложили колостомы, отправили пациента. Дальше он должен идти по пути. Нет, ну он не листает. Итак, пациент, значит, получились проблемы, пациент обращается к хирургу, хирург накладывает стону, дальше отправляет его в поликлиническое отделение. По приказу у нас в каждом районе должен быть кабинет стомированных пациентов, где медицинская сестра, именно медицинская сестра подбирает индивидуально для этого пациента те средства реабилитации, которые ему необходимы. Затем он отправляется, значит, МСЭК, МСЭК решает вопросы, какие ему средства нужны, и дальнейшая запускается машина доставки пациенту непосредственно домой этих необходимых средств, которые они нужны. Вот на этом этапе нужен достаточно высокий профессионализм медицинской сестры, которая действительно грамотно подберет те средства. Я вам расскажу, что не секрет, что некоторые именно пациенты не могут подобрать средства реабилитации, потому что они не могут качественно ухаживать. Ну, вот что такое стома, мы не будем останавливаться, у нас время ограниченного всезона, дальше они есть разных видов. Итак, теперь мы поговорим, прежде всего, ухаживая за стомированным пациентом, мы должны совершенно четко понимать о психологическом состоянии этого пациента. Насколько это трудно, насколько это сложно, и очень высокий процент ухода из жизни самостоятельно, суицидов пациентов, которые поставлены в такое положение. Во-первых, это сложности объяснить себе, что с тобой произошло, дальше брезгливость к самому себе, боязнь появиться на людях, и в результате больной сам себя изолирует. А всего-навсего его нужно обучить и адаптировать. Во всем мире наложение стомы, даже трахиостомы не является группой инвалидности. Это, оно же может быть и временное, и может быть постоянное, разные варианты. Но, тем не менее, если пациент психологически, он оказался не готов на этот момент к наложению, или его взяли по экстренной с непроходимостью, и его уложили, он когда просыпается, говорит, почему меня никто не спросил, зачем мне это сделали. Да, когда планированно мы идем у пациентов, тогда у нас очень большой выбор мужа, психологически на первом этапе работаем с ним. Дальше мы объясняем о тех средствах. Именно выводится эта стома в то место, где удобно для пациента ухода. И здесь уже проблема, когда он идет целенаправленно. А когда вот это получается вдруг неожиданно, был непроходимостью, потом проснулся, наложили стомы, сказали, у тебя опухоль, может быть и вновь вернут. Но, тем не менее, его ломает сам диагноз и вот это вот отношение. Поэтому здесь для того, чтобы адаптировать пациента психологически, мы должны ему прежде всего научить и рассказать, что здесь ничего страшного, но с другого конца это все происходит. Итак, я вам рассказала этот этап хождения уже пациента, вот начиная от симптоматики до технических средств реабилитации. Иногда я приезжаю к пациентам, когда смотрю, и у них залежи, то есть фирмы привозят все эти средства, но им никто не рассказал, как это делать, как это работать с этими средствами. Они просто идут в аптеку за свои деньги, покупают вот эти банальные пластмассовые мешки, используют их, когда у них наличие имеется. Не медсестра участковая тоже плечиками пожимает, потому что на сегодняшний день великолепно работает рынок. Очень быстро появляются у нас на рынке современнейшие средства ухода, но, к сожалению, мы не всегда знаем об этих средствах. Итак, мы должны прежде всего пациенту объяснить о том, что этот процесс может быть возвратный, вновь может этот процесс вернуться. Дальше мы рассказываем, насколько может быть адаптированный пациент, он может такой же полноценной жизнью вести, если он качественно ухаживает. То есть вот здесь залог качества ухода очень важен. Итак, концепция стомированных пациентов – это прежде всего гарантированный уровень надежности применяемых колоприемников, защита вокруг кожи с том, что часто очень бывает, когда они качественно ухаживают, и психологическая поддержка не только больных, а их семей. О том, что, в принципе, у меня есть одна пациентка, которая работает в банке, она категорически не хочет знать, чтобы на работе знали об ее диагнозе, и она совершенно спокойно работает со стомой, ходит на работу, никто не догадывается, периодически показывается. То есть ее психологически подготовили, научили, она справляется полностью самостоятельно. Итак, как правильно подобрать колоприемник? Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо, во-первых, определить форму стомы, размер, состояние и, значит, покров вокруг стомы. То есть мы делаем первичную оценку. По форме они бывают выпуклые, это, в общем-то, считается самая нормальная, самая удобная стома. Это когда уровень кожи на 1-2 сантиметра приподнят, такая, в общем-то, не доставляет особых проблем, если мы за ней качественно ухаживаем. Дальше плоские стомы. Край кишки находится на одном уровне с кожей. Здесь есть определенные моменты, на которые мы должны сделать акценты. Они тоже не являются особой проблемой. На сегодняшний день это все имеется в совершенно доступном варианте. Самое-то главное, что они эти все варианты получают совершенно бесплатно. Дальше. Втянутые стомы. Ими нужно тоже достаточно хорошо научиться работать и подобрать индивидуальные средства. Итак, мы, кроме того, что какая стома, должны определить в разных положениях. То есть положение лежа, вы видите, на спине пациент лежит. Вы видите, вверху написано лежа. Где вроде ничего беды не предвещает, гладкий живот, все хорошо, прекрасно. Если мы пациента поставим, вы видите, формируется вот эта жировая складка, которая будет давить пациенту. Соответственно, сидит то же самое. То есть, помимо того, если мы говорим о том, что пациент у нас будет иметь активный образ жизни, мы должны подбирать соответствующие ему средства. Выборы реабилитационных средств, они называются, и их компонентов. Значит, виды реабилитационных – это однокомпонентные мешки, или, как мы называем их, колоприемники, и двухкомпонентные. Сейчас я вам покажу, вот они, однокомпонентные, то есть пластина и сам мешок, все в одном варианте. И двухкомпонентные – это когда мы вынуждены использовать съемный мешок, и к нему дополнительно пластина. То есть пластина наклеивается, на несколько дней мешок меняется по мере наполнения. Однокомпонентные, то, что я вам сказала, может быть двух видов. Открытый, вот как мы здесь видим, вот на этом мешочке. То есть, когда мы клеим такой колоприемник, в течение суток мы его не меняем, но если он на одну треть наполняется, мы объясняем пациенту о том, что можно вот этот вот замочек расстегнуть, аккуратненько выдавить каловые массы, под краном промыть, просушить и аккуратненько завернуть. Все равно однокомпонентный он используется в течение суток один. Больше он не выдерживает. И закрытый, как я сказала тогда, как на одну треть заполнился, мы его снимаем. Однако, значит, вот недренируемый, что очень важно, что все на сегодняшний момент, все колоприемники, они имеют фильтры для того, чтобы не раздувались вот то, что вы там видите. Во-первых, когда идут газы, не раздувался мешок. Во-вторых, это не те запахи. И, в общем-то, формируется самая каловая масса. Достоинства однокомпонентных. Это вот именно те самые достоинства, когда мы говорили с вами, у пациента есть складка. И эта складка на однокомпонентном, видите, он совершенно хорошо гнется. Он не будет создавать неудобства нашему пациенту. Эластичные они. Есть достаточно, они хорошо фиксируются, но, тем не менее, иногда пациенты просто боятся о том, что отстанет мешок. Есть дополнительные фиксирующие пластыри, которые накладываются поверхностно. Но это больше психологический фактор, потому что если у нас вдруг начал отклеивать циклоприемник, значит, мы с вами не соблюдаем несколько правил. Это, прежде всего, не смотрим сроки годности этого мешка. Дальше мы этот мешок хранили или в холодном помещении, или мы его хранили, наоборот, где-то возле батареи. И еще один вариант – это мы используем те средства ухода за кожей на жирной основе, в результате чего эта гелевая основа не прилипает. Итак, здесь показаны варианты наложения такого мешка мягкого. Значит, здесь все обычно мы вырезаем отверстие согласно размеру стомы и затем накладываем. Правило единственное, что всегда нужно помнить, пациент тот, который ходячий, он накладывается препендикулярно. Если пациент лежачий, мешок располагается параллельно, для того, чтобы ему удобно лежать. Значит, наклеивается мешок снизу вверх. И всегда мы объясняем нашим пациентам о том, что они совершенно спокойно могут в положении сидя или стоя, в каком удобнее положении, первично накладывается мешок снизу, перегибается снизу и затем расправляется вверх. Вот этой методике их просто нужно несколько раз показать, для того, чтобы это у них все осталось и объяснить об этом. Снимается, наоборот, сверху-снизу. Для чего сверху? Почему именно сверху? Снизу будем снимать, голову массу мы можем пролить на пациента. Двухкомпонентные, так называемые фланцевые. Вы видите, отдельно существует фланцевая система. Она вот таким образом. Она точно так же фиксируется, наклеивается. Она тоже имеет клеевую основу. Вот здесь перед вами это конвексное, для того, чтобы когда у нас с вами втянутая стома. Вот мы как раз для того, чтобы обезопасить подтекание, не было каловых масс под кожу, используются вот эти конвексные пластины. Какие неудобства? Конвексную пластину за счет фланцевой никогда ее не перегнете. И мы не будем ее использовать у того пациента, который на данный момент у нас с вами находится, значит, может ходить и двигаться. Здесь физические возможности у нас не будет с ним. Дальше. Двухкомпонентные. Какие они бывают? Сейчас очень широкий диапазон их. Пожалуйста, используйте, потому что многие не знают, что это такое. Значит, фланцевые скрепления, фланцевые без стыковки, с вырезанным отверстием под стому и с моделируемым устьем, что на сегодняшний момент очень уникальная методика. И очень легко пациентов под любую стому подобрать, не составляет труда. Конвексные и плоские. Давайте постепенно будем разбирать их. Значит, двухкомпонентные фланцевые системы. Это жесткий фланец кольцо, где происходит процесс сцепления для фиксации мешка к пластины. И гидроколлоидный слой, который, в общем-то, имеет очень хорошую основу. Она, во-первых, PH нейтральная, затем она не вызывает раздражения, если качественно подобранный и приклеенный мешок. Главное, чтобы у нас не подтекали каловые массы под саму пластину. Дальше. Вот конвексные, то, о чем я показала, вы видите, предназначенные для стомы, находящиеся в углублении, то есть втянутыми, в палубами, или, как мы говорим, плоские, тоже можно использовать именно конвексные. Это, прежде всего, препятствует подтеканию каловых масс под саму пластину. И вот как выглядит двухкомпонентный калоприемник. Они разные формы есть. Ну, вот у меня здесь только привезли вот такие вот варианты. Дренированные. Они также и недренированные, существуют разные. Самое главное здесь, чтобы то, что прикасается к телу пациента, обязательно имело мягкую основу, чтобы это был не пластик. И сейчас практически они уже все имеются такие. И, конечно, вы обратили внимание, такого цвета, это прежде всего, чтобы под одеждой не было видно пациента. Дальше и те самые угольные фильтры, которые как раз ведут одну из психологических вещей, когда психологический пациент наш переживает, что будет запах, что будут проблемы. Вот это мы все должны разрезать один мешок, показать пациенту, что, чего, как состоит для того, чтобы он имел представление, и не использовать их в темную пациенту. Он не может качественно сделать по одной причине, потому что он не понимает в результате чего, почему это нужно сделать. Итак, это комплект, состоящий из пластины из мешка, который пластину меняет 3-4, иногда и до 5 дней некоторые пластины используются, пока она сама не начинает вспучиваться. А мешки меняют по мере заполнения. Одна третья часть мешка заполняется, мы должны его поменять. Итак, принципы подбора фланцевых систем. Значит, с вырезанным отверстием. Это прежде всего диаметр фланцевого кольца должен быть на 10 мм больше самой стомы. То есть, возможно, чтобы не было травматизма самой кишки. Дальше. При вырезании отверстий необходимо убедиться, что ширина адгезивного между отверстиями адгезивного не менее 5 мм. Если это будет меньше, то очень высокая вероятность, что эта пластина отстанет. Дальше. Все тот же самый механизм. Вырезание кольца, как мы вырезали по принципу, обязательно мы с вами запоминаем. Перед тем, как наклеивать пластину, мы или вначале подкладываем пациенту где-нибудь под мышку или согревается, для того, чтобы была легче фиксация. Можно достаточно просто руками. Наклеивается пластина точно так же. Она наклеивается снизу сверху, вверх. И затем одевается мешок. И во время одевания должен произойти такой щелчок. Я сейчас не могу микрофон и защелкнуть, но я защелкну чуть попозже, когда я покажу. Можете показать, да, пожалуйста? Значит, вот у нас пластина. И, ага. Хорошо. Вот у нас наклеенная пластина, и вот у нас мешок. Мы с вами наклеим, видите, щелчок произошел. Все. Мы с вами приподнимаем, обязательно фиксируем, зафиксировалась она или нет. И теперь, пожалуйста, не уходите, потому что я тогда сразу перейду. И на сегодняшний день у нас появились пластины, которые с моделирующим отверстием. Что такое моделирующее отверстие? То есть мы с помощью вот этой... С помощью разогревания руками раскатываем, называется, раскатываем по краям пластины, и она клеится на стому, и затем вот эта вот пластина, она просто обнимет нашу кишку, будет, знаете, как шейка черепахи, и совершенно не надо пациенту вырезать, они бывают асимметричные стомы, спасибо вам большое, асимметричные стомы, бывают двуглавые. То есть для пациента это создаст, создают всегда вырезание отверстия. Бывает первоначально она больше, потом становится меньше, потом возникают при ходьбе какие-то проблемы. То есть стома, она имеет такую вероятность меняться размерами. Вот как раз мы в этой ситуации, это великолепная вещь, когда мы можем моделировать, то есть не надо по шаблону вырезать, и тогда стопроцентная гарантия именно о том, что будет правильно подобрана эта пластина. Вот вы видите сложности подбора, о том, о чем я вам сказала, размеры формы меняются, и каждая стома уникальна, имеет свои размеры. Итак, неполное соответствие контуров отверстия, вы видите, приводит к раздражениям, отделяемое кишечное попадает, и отсюда сильные болевые синдромы, раздражение, и естественно психологическая травма у самого пациента. Они в таких случаях снимают все, это все льется в тряпки во все, и буквально они себя ненавидят, и окружение родственников тоже очень сложно их осуждать. Итак, вот то, что я вам показала, с моделирующими, так она легко моделируется, пластично формирована, соответственно, контуром стома. Пластина окружает саму стому, не оставляя кожу незащищенной. Они есть разных размеров, и великолепно можно подобрать. Но эта пластина имеет жесткую основу. Также на сегодняшний момент, сейчас мы посмотрим, вот вы видите, называется еще, у них это черепашья шейка, то есть эластичный адгезивный материал позволяет пластине расширяться во время ношения. То есть если мы стали физические нагрузки, пациент наш пошел, она ему не передает, потому что она будет очень плотно, прохладно идет по улице, все сжимается, стома наша тоже имеет размеры, и здесь мы стопроцентно с вами гарантированы. Значит, преимущества двухкомпонентных, это прежде всего находится на теле длительное время, нет необходимости частой смены, легко прикрепляется, надежно держится. Дальше человек может принимать душ и даже ванну. Некоторые пациенты очень любят ванну, здесь противопоказаний нет. И, в общем-то, достаточно хорошая фиксация, которая, самое главное, соблюсти вот те правила, про которые я сказала. Итак, ограничение, то, о чем мы говорим, двухкомпонентный, это диаметр превышает размер вырезаемого отверстия, значит, мы должны другой размер взять. Это стома выведена в область сгиба тела при наклоне, или наши пациенты иногда очень, вроде как все нормально было, потом он резко худеет, эти складки все эти свисают. И в этой ситуации новая система существует, это эстим-синержи, так называемая, где сама вот эта вот пластина тоже мягкая, эластичная. Вот она, то же самое, модулируемая эластичная пластина. Она при разогреве, она точно так же мягко будет ложиться. И к ней будет уже фиксироваться беззамковый контактный мешок. Они тоже есть дренируемые, недренируемые. Здесь достаточно снять, разогреть, снять вот эту вот пластиночку верхнюю. Вот так вот. И она точно так же фиксируется. Это уникальнейшая вещь. То есть здесь уже без, как говорится, без комментариев. Мы снимаем размеры, мы подбираем. Фиксация четкая, активность четкая. И они есть очень разных размеров. И у этих пластин есть такая очень хорошая вещь, что пациент, помните, вы на фотографии видели, может принимать бассейн, может идти в сауну. То есть вот он себе, в принципе, ничем не будет ограничиваться, с этой пластиной. То есть с маленьким объемом, пожалуйста, он уже может совершенно спокойно работать. Вот она здесь на, как раз на разборе показана. То есть на передней панели пластины, в центральной части, расположен вот этот вот прозрачный воротничок, который фиксирует достаточно хорошо. К этим пластинам даже не требуется дополнительной фиксации, как мы иногда используем пациенты, все-таки подстрахуются, любят поясок использовать дополнительно. Здесь этого не надо, фиксация четкая, хорошая. Также, если конвексная, то она будет дополнительно. Еще фиксация, так называемая тканевая фиксация дополнительно. Ну, вы видите отсюда, да, то есть по окружении ткань идет конвексная тоже, и тоже моделирующая мусти. То есть на сегодняшний момент мы можем не ограничивать вообще возможности нашего пациента, а самое главное, если мы об этом знаем, мы можем с вами улучшить качество своей собственной работы. Для того, чтобы мы не обрабатывали, не лечили вот эти вот все раздражения, все то, что имеется, мы можем просто правильно объяснить пациенту, что ему для этого необходимо. Вот это показанный мешочек, то, что я вам показала, с адгезивным. И вот он, фильтры, которые на данный момент имеются уже в этих новых мешочках, значит, где есть специальная мембрана, мало того, что не пропускает газ, там такие фильтры, где они создают хросты, не создают бульканье в этом пакете. То есть вот буквально любой называется каприз. Ну и, конечно, нейтрализует те самые запахи, которые выделяются непосредственно в этот момент. И что самое важное, это правильно выбрать аксессуары. И единственное хочу сказать, если вы работаете одной фирмой колоприемников, соответственно, берите эти же средства гигиенную уходу этой же фирмы. Когда начинают использовать мешок Convotec, средства Calostom, а там еще и детский крем, почему-то его все до безумия в детство впадают, используют где надо, где не надо, вот здесь мы получаем эти самые осложнения. То есть используем одну фирму, всегда привозят фирмы в комплекте, им выгоднее все это привезти в комплекте. Но если мы, когда создавалась реабилитационная карта, передавали нам СЭК, не учли этого варианта, то мы должны всегда с вами помнить, мы в любой момент можем дописать, и да, процесс будет идти. Я не хочу сказать, что это будет за три дня за неделю, это будет месяц. Но тем не менее, он через месяц эти средства получит, если по какой-то причине вы пропустили. В этих случаях все-таки нужно иметь какой-то определенный шаблон, что необходимо при использовании этих или иных средств для того, чтобы... Итак, прежде всего, это спрей-очиститель для кожи, для того, чтобы, когда мы снимаем с вами колоприемник, мы прежде всего должны обработать все остатки клеевой основы, убрать. Они есть в разных фасовках, есть именно во флакончиках, есть в одноразовых салфетках. Здесь уже насколько диапазон позволительный, кому как. Принцип у них совершенно одинаковый, только разная фасовка. Дальше. Защитная пленка. Что такое защитная пленка? Вот если мы используем с вами однокомпонентный колоприемник, постоянно снимаем его, приклеим, то, естественно, у нас должна быть, во-первых, дополнительная страховка, мы закрываем этой пленкой, и пленка предохраняет все-таки при попадании каловых масс, это агрессивная среда, раздражение, но она совсем не спасает. Если мы каждый день меняем, обрабатываем, эту пленку нельзя использовать, когда уже есть данный момент раздражения. То есть она используется только на здоровую кожу. Она хоть и не содержит спирта, но достаточно все равно, значит, для пациента раздражение имеет. Выравниватели. Если у нас нет возможности на двухкомпонентные, мы можем использовать с вами выравниватель кожи, или это рубец послеоперационный, или это складка. Они есть тоже в разных вариантах, есть в виде пластины, есть в виде кремов, которые наносятся. Они герметизируют и, соответственно, защищают кожный брагер. Если мы с вами используем комплексные, то мы не используем незащитный, не используем, и незащитный, и выравниватель тоже не используем, потому что он как раз смоделируется у нас по состоянию кожи. Вот показано, как это расправлено, значит, моделируется из тюбика вариант, и вот как он используется с помощью пластины. Здесь уже вот кому как удобнее. Принципиально это не имеет значения. Здесь вот есть еще, когда у нас имеется уже на данный момент раздражение, когда мы сняли с вами колоприемник или сняли пластину, обработали ее, сняли, очистили, отправили нашего пациента в душ, чтобы он принял душ. Затем мы с вами наносим вот эту пасту, которая на масляной остове, она как лечебное действует в течение 15-20 минут. Сверху можно просто на данный момент в салфеточку наложить. Затем, после этого мы обязательно ее должны вот тем очистителем аккуратно снять всю масляную основу. Если мы не снимем, у нас просто колоприемник отстанет. Поэтому это нужно учитывать. Это именно мы ее используем, когда у нас есть проблемы раздражения. Также можно использовать пудру, так называемую. Вот мы все время говорим, раневая поверхность, ни в коем случае она должна быть во влажной среде. Здесь допускается специальная разработанная пудра. Самое главное, чтобы эта пудра не была комочками. Она обычно припудривается сверху через то отверстие, которое имеется, флакончики. Есть варианты, есть вариант сдуть эту пудру ровным слоем. Вот. Или, значит, вариант обычной салфеточкой, нетканной, аккуратно, ровно распределить. Ну, самый лучший вариант сдуть. Тогда вот это вот поверхностное, тоненькое, обычным движением, ну, нет возможности, нужно там сдуть, там, салфеткой титать, чем-то таким. Но самое главное, что вот не должно быть вот этот припудренный порошок, не должен комочками ровно лечь, ровная основа. Итак, также очень важно для пациента это нейтрализация запахов. И иногда бывает, значит, достаточно жидкий стул идет. И вот здесь вот эти вот нейтрализаторы, они мало того, что нейтрализуют запахи, и все-таки они, если кал жидкий, они такой, гелевая такая, плотная основа, которая не булькает и так сильно не раздувается. Это просто пакетик, не разрывая этого пакетика, он складывается в мешочек, прям как есть бумажки, и там эта бумажка растворяется, когда попадает каловая масса, это агрессивная среда, растворяется и процесс идет. Значит, вот показано о том, что использование адсорбирующих пакетиков САШИ значит, к минимуму усвоит возможность передувания и комфортно для пациентов. Но опять же, мы должны помнить, я не буду сегодня акцентировать о питании пациента, потому что у нас очень такое короткое время, хотелось бы показать больше вам инновации. Итак, новые технологии делают эффективный реабилитационный процесс, переводя труд всех участников реабилитационного процесса на новый уровень. То есть, мы здесь участники являемся реабилитационного процесса непосредственно с родственниками и пациентами. И сейчас мне опять скажут медицинские сестры врачей, что вот я еще раз говорю, вот палеотиф это ваше царство медицинских сестер, где вы тут самые главные. И ни один врач никогда не будет сопротивляться, если вы ему скажите, что на сегодняшний момент есть вот такие волшебные средства, которые помогут нашему пациенту. Потому что все-таки в палеотиф как и врачи, как сестры приходят все-таки сердечные, душевные люди. Не надо бояться с ними разговаривать. Ну, вот в принципе у меня все. Вопросы? Спасибо огромное, Ольга Николаевна. Вопросы есть? Сил, наверное. Вопросы есть? Сил нет, наверное. Держитесь еще один день. Мысли вопросов нет, если надумаете, я в течение двух дней здесь, поэтому желаю успеха. Спасибо. Спасибо. Оля, есть какие-то объявления? Сегодняшний день мы заканчиваем. Верно? Сегодняшний день заканчиваем. По поводу завтрашнего дня Оля сейчас все сообщит. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы досидели до конца. Вы большие молодцы. Вы те, ради кого. Спасибо вам большое. Еще раз напоминаю по поводу сертификатов. Их можно будет получить завтра в течение дня на стойках регистрации. И еще раз, завтра регистрироваться не нужно. Приходите к 9 часам на интересующие вас лекции. Как в актовом зале, так и в других аудиториях. В актовом зале еще раз напомню, завтра будет очень интересная лекция «Контроль качества сестеринского ухода» Клавдии Кансон. И снова лекция «Лин Холомиш». Тоже очень рекомендую посетить. Спасибо вам большое. Еще раз. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо.